На днях в России различными независимыми экспертами были проведены социологические опросы граждан касаемо войны в Украине. И результаты этих опросов меня, честно говоря, шокировали до глубины души. Ведь по их результатам можно без преувеличения сказать, что Российская Федерация по сути превращается в гитлеровскую Германию. Посмотрите внимательно это видео до конца и во второй его части я вам подробно объясню, почему я так считаю. Но прежде чем начать показывать вам данный соцопрос, хотел бы призвать вас подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него в описании к этому видео. Там я публикую всю достоверную информацию о том, что на самом деле происходит в Украине. Эта информация реально может быть очень шокирующей для вас и тяжелой, но это правда. И, как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому обязательно подписывайтесь в телеграм, делитесь ссылками на мой телеграм-канал как можно с большим количеством людей. Этим вы поможете открыть людям глаза на все происходящее. Ну и, конечно же, также распространяйте видеоролики и все материалы, которые я там публикую. Это тоже очень поможет. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Путин сказал, что он уже ушел, да? Кто ушел? Путин. Нет, он не уходил, ушел. Он никогда не уйдет, он наведет божественный порядок, ибо он и призван сюда, он и призван сюда для того, чтобы вот... Ну это непростой человек. У нас сейчас одна. Про войну, что ли? Положительно. Ну и что, что война? Поддерживаете это, да? Поддерживаю. Все правильно. Я за Путина. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? Тремя руками за. Ну, я только что Владимир Владимирович. Ну, очень серьезно, у меня в Харькове все стражи живут, и мне очень тяжело в этом тоже смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав. Как вы к ним относитесь? К военным действиям. Фашистов как долбили, так и надо долбить. Украинцев. Как же? Нацистов. Не украинцев народ, а нацистов, которые там пришли. Путин все правильно делает. Почему? А что там еще остается? Нас в угол загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать. Что угрожать начал? Да этот самый Зеленский. Знаете, что я зелезр смотрю и его собственные речи слышу. Нормально. Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны разобраться. Естественно, я отношусь положительно. Карбланш президенту. Только так. И не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы будете, молодые, которые воспитаны на ТикТоке, на всем остальном, бегать по кустам, прятаться как зайцы. Мы это все проходили в 45-м году. Это война для того, чтобы вы жили дальше, счастливы. Иначе, я говорю, война будет на нашей территории. Только так. Читайте историю. Со времен Переславской Рады. Со времен вот этих нациалистических бандеровских движений. И посмотрите. А была не война 8 лет. Донбасс. Бомбили. Громили. Это была не война. Все молчали. Мы не лжепатриоты. Мы патриоты. Надо будет. Мы пойдем с оружием в руках защищать наш православный русский мир. Все. Вот сейчас боевые действия идут. Люди гибнут. Это что, разве нормально? Так люди что? Мы что ли их уничтожаем? Не мы же уничтожаем. Их уничтожают их бандеровцы. Ну как оценивало? Хорошо? Что мы пытаемся очистить эту страну от этой нечисти. Какой? Нациков всех. Ну это что ж война. Война. Сколько можно терпеть? Ну в смысле того, что уже на нас вообще границы-то подошли. Что теперь с Россией-то будет? Весь практически мир отвернулся. От России. Повернется. Это уже не первый раз такое. А где сейчас информацию берете? Все смотрю. Это Соловьева. Время покажет. Вот все, это Россия стала сильной, как говорится. А в чем сила? В чем сила? В армии. Путин ввел в Украину войска, и они сейчас бомбят русскоязычные города. Киев, Харьков. Вот у нас есть несколько кадров оттуда. Пойдем. Пойдем. Путин ввел войска в Украину, и сейчас они бомбят русскоязычные города. Харьков, Киев. Я за Путина. Я хочу вам показать. Я за Путина. Я поняла. Даже не буду смотреть фотографии. Ну вот, вот это вот русскоязычные города, Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о своей позиции. Я за Путина. Я за Путина, я во всем за него. Не-не-не, мы любую точку зрения готовы выслушать. Я не буду, видите, я не буду говорить вам, но я за Путина. Ну скажите, а зачем он отдал приказ напасть на Украину? Ну вот. Ну а friendships, ты не, ну вот и что. Я за Путина. Что за Путина? Я за пустыню. Я за паутdo completes distinguение работе. Я за паута. elt рядом. Я за Путина. Van defense. Путин ввел войска Украину, и сейчас бомбят русскоязычные города, Харьков, Киев. Я хочу показать вам несколько кадров. Возможно, вы их не видели, а возможно, вы их видели. Это все верифицированные фотографии, собственно, с рейтерс и США Депресс, международных агентств. Скажите, а зачем Путин отдал приказ напасть на Украину? Как думаете? Ну как, это отбить наступление более дальше на Россию. А нам кто-то угрожал? Ну, ведь нам угрожали с помощью Донецка, Луганска. А кто нам там угрожал? Ну, вроде как, вот исследования международные показали, что 57 населения тех областей называют себя украинцами. Собственно, геноцидов там не выявили исследователей. Мы в вашу позицию только лишь хотим услышать, а не убеждать. Вы наше позицию слышали. Ну вот лишь оборонение, чтобы не дать дальше войскам, то есть, двинуться на Россию. Там развязать войну, то есть, остановить, где она начинается. Вот Путин ввел войска в Украину, и сейчас вот бомбят русскоязычные города, Харьков, Киев. Хочу вам пару фотографий показать. Вы, в общем, наверное, их видели, да? Я почитываю вот эти фейковые вещи. А скажите, можете рассказать, почему? Ну, война – это всегда плохо. Вот так скажу. А как думаете, вот были какие-то непреодолимые причины, вообще какая-то причина? Ой, нет, 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 я не буду. Вот сейчас вот Путин ввел войска в Украину и бомбят русскоязычные города. Ой, я не буду комментировать это. Зачем? Зачем он положил 500 человек уже своих? Зачем? Не знаем. Да ну его нахрен. Зачем Путин отдал приказ напасть на Украину? Как-то мне не хочется прямо это говорить, потому что у нас как-то это... Может за это быть какая-то опасность, поэтому я лучше воздержусь от этого. Я просто за мир и все. Мне не хочется войны. Это верифицированные фотографии международных агентств Reuters, Associated Press. Вот, в связи с чем хотелось бы задать вопрос. Как вы думаете, чисто ваше мнение, зачем Путин отдал приказ напасть на Украину? Ну, мое мнение, чтобы защитить русских. То есть, ну, я одобряю, что это все. А защитить от кого, вот поподробнее расскажите? Ну, как от кого? Ну, как от кого? Просто как считаете, как вы думаете? Ну, вообще я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает. Поэтому у меня нету какого-то негатива к этому. Значит, так надо. Ну, вот это мое мнение, значит, ну, мы же никак повлиять на это все не можем. Вот. Значит, так оно надо. Кому-то там выше. У них головы большие, им виднее, что делать. Ну, все-таки, вот как вы считаете, какая причина была вот нападать именно на мирные города, вот на столицу Украины, на Харьков? То есть, это я вот вам жилые дома показала. Я, ну, я понимаю, да. И мне тоже как бы не нравится вся эта ситуация. Не думайте, что как бы нам это все нравится. Потому что я понимаю, что и санкции ведут, и все равно, получается, будет бить по нашим карманам. То есть, это инфляция, и, ну, какие-то, и безработица та же самая. Но, значит, ну, надо так. Я так, вот тут у меня только мое мнение. Такое, что, значит, будем терпеть, надо. В пятницу здесь на площади стоял пикетчик с флагом Украины. К нему подошел мой коллега и обнял его. По результатам их обоих забрала полиция, где с моим коллегой провели работу сотрудники ФСБ. Я, несмотря на то, что официальная позиция говорит о том, что это спецоперация, расцениваю это как военное вторжение. По сути, война. Потому что никто не ждал и не ожидал этого. Мы понимали, что они могут войти в ДНР и ЛНР, занять позиции, создать линию разграничения, чтобы просто больше не было обстрелов. Если там российская армия, то как бы чревато. Но то, что случилось, оно повергло в шок меня, всех, кого я знаю. Это наступление со всех сторон, которые возможны, в том числе и со стороны Беларуси. Правительство России хочет ухудшить своим действиям жизнь простых граждан. У нас уже наложены санкции, от нас уже отказываются множество стран, с которыми мы сотрудничали. Мы могли бы дальше сотрудничать и продолжать жить. Но, к сожалению, этого не получается сделать из-за того, как наш президент и верхушка ведут себя в чужой стране. Ну, мое мнение он сделал правильно, потому что уже Запад вообще озверел. Черт не знает, что творит, говорит всякие неправды про Россию. Хочешь как-то его, чтобы устранить. Не надо издеваться. Надо, чтобы они тоже вели себя по-нормальному. Для этого нужно... Не бомбили, а не обстрелили Донбасс. Мирных жителей, которые свое мнение высказали. Не хотят они быть националистическим государством, нацистским. Донбасс, а Киев? Кричем из Киев и Донбасса. Да, Киев никто не бомбит. Я этому не верю. Я считаю, это очень плохо. Конечно, нельзя мирных граждан убивать, стрелять. Это катастрофа, идет на катастрофу. Я, конечно, сначала восприняла это очень тяжело, потому что это наш братский народ. Но не мы виноваты в этом. Плацдарм готовился там. И столько лет воспитывалось целое поколение в ненависти к России, к русским и к нашей истории. И эта война повысит чувство любви? Скорее всего, нет, не повысит. Но у нас не было выхода. Я в это верю. Это же не Украина нападала на Россию, а Россия напала на Россию. Но политика такое дело, и Украину готовили к нападению на Россию. Я абсолютно в этом уверена. Нацбатальоны и нацики, они же никуда не делись. Они же как были там, так и остались. Мало того, угрозы сыпались. Смотрите, Украина – это независимое государство, которое не просило военной помощи. С моральной точки зрения, как это, что значит, напасть и развязать войну, которую... Превентивный удар. Он всю жизнь, да, тысячи жизней. Это правда. Это горько. Это больно. А что вы прикажете делать? Ждать, пока на нас нападут? Просто с 2014 года же там велись вот эти военные действия. Никто, Украина не хотела, мне кажется, решать этого, им всем все равно было. И когда уже подошли близ нашей границы, Путину это все надоело просто. И он решил просто, как раньше было, насколько я знаю, земля была как бы наша считалась. Это еще и СССР когда был. Путин просто решил это все вернуть и показать всем, что не нужна эта война, и он может ее разрешить, которая там была именно. То, что ввелись наши войска туда, ну, с одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, плохо то, что гражданские люди просто погибают. Да такого не было, первый раз, слышу, извините. Путин такого не мог сделать. Напасть на Украину, тем более. Зачем нападать, если там наши жители живут? Наши все там, Украина, Белоруссия. Но это же произошло? Почему? Почему? Не знаю, по новостям другое говорят. Я не слышу, что Путин ввел войска специально для войны. Это Зеленский все делает. И американцы. Спасибо большое. То есть по статистике около 66% россиян поддерживают Путина и войну в Украине. То есть конкретно поддерживают его в плане военного вторжения в Украину. Причем не просто поддерживают, а некоторые даже начинают его боготворить. То есть начинается, по сути, культ личности. Вот как, например, в этом видео еще раз показываю вам. Он наведет божественный порядок, ибо он и призван сюда. Он и призван сюда для того, чтобы вот... Ну, это непростой человек. И культ личности, как показала история, это очень опасно. Ведь нечто подобное было и в гитлеровской Германии. Сказать нечто подобное, это даже ничего не сказать. Тут происходит буквально как под копирку. Ведь после Первой мировой войны Германия раскололась на части. Если сказать правильнее, от нее оторвали ее куски. Потом, когда к власти пришел Гитлер, он заявил в первую очередь о намерениях восстановить величие Германии и вернуть себе те земли, которые были отобраны по итогам Первой мировой войны. Начал он с Австрии, ну и так далее, и так далее пошел. Так началась, собственно говоря, Вторая мировая война. Что мы видим сейчас? Советский Союз был развален после Холодной войны. Ну и вот Путин начинает возвращать себе земли. Начал он это уже достаточно давно. Сейчас перешел в активную фазу. При этом, так же как Гитлера в свое время поддерживали граждане Германии, так же сейчас яростно и фанатично многие поддерживают Путина. Благодаря той небывалой пропаганде, которая ведется. Плюс в этом, конечно же, российскому правительству помогает то, что поверить в то, что те зверства творит правительство, которому ты доверяешь и которое ты выбирал, ну просто нормальному, психически здоровому человеку практически невозможно. Поэтому гораздо психологически проще верить в то, что им вливают в уши с российского телевидения. Типа, там, какие-то украинские националисты сами расстреливают мирных жителей в Украине, бомбят дома, детские сады, школы и так далее и тому подобное. Хотя делает это все Российская Федерация и это в очередной раз подтверждает и наглядно показывает то, что, собственно говоря, происходило все 8 лет на Донбассе. И, ну это просто не может не потрясать, да. Да, ведь, по сути, то, что происходило на Донбассе, это было подготовкой к тому, что происходит сейчас. Плюс ко всему, Донбасс был просто рычагом давления на Украину и на весь остальной мир, на все мировое сообщество, рычагом, который был в руках у России. Ведь именно российские войска расстреливали Донбасс все эти 8 лет для того, чтобы настроить в первую очередь население России против Украины, говоря, что это расстреливают на самом деле украинцы, какие-то там националисты. И в это свято верили жители самого Донбасса, конечно же, сидя в подвалах под бомбежками, выходя из этих подвалов и видя разбомбленные дома, потом включая телевизор и видя, что им говорят, каких обстреливали украинцы. Хотя с линии разграничения все время ввелся огонь, в 99% случаев по мирным жителям и по обычным домам огонь ввелся российскими войсками. Для того, чтобы создавать провокацию, для того, чтобы создавать давление на мировое сообщество, для того, чтобы выставлять Украину и украинцев в глазах мирового сообщества фашистами. Хотя истинные фашисты сидят в Кремле и отдают преступные фашистские приказы, которые затем, к большому сожалению, в подавляющем большинстве случаев, выполнялись и выполняются дальше. Поэтому не нужно мне сейчас апеллировать тем, что где же ты был, когда бомбили Донбасс все 8 лет украинцы. Еще раз повторюсь, никакие украинцы Донбасс не бомбили. Это были российские войска. Сейчас пропаганда российская доходит реально до уровня фашистской Германии. Ведь когда Гитлер пришел к власти, он установил тотальную диктатуру. Любые высказывания против его военной действенности карались сразу же уголовным путем, а то и расстрелом. Поэтому подобное нечто начинается сейчас в России. Ведь закрываются многие независимые СМИ российские. Даже телеканал и ютуб канал Дождь приостанавливает свое вещание и многие другие. Потому что вводятся соответствующие законы, в соответствии с которыми, если вы распространяете так называемую недостоверную информацию о числе убитых военных граждан и вообще о войне в Украине, которую даже войной называть нельзя, а спецоперацией только можно, то вам грозит уголовная ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы. Ну и конечно же, если вы выходите на митинги против войны, так же само вас имеют право, абсолютно право, просто посадить на 5 лет. И это только начало, я больше чем убежден. Абсолютно гитлеровская тактика. То есть сейчас, по сути, уже в России останутся только пропагандистские источники информации. Благо еще что-то пробивается через ютуб и телеграм-каналы. Но я думаю и этот вопрос российские власти со временем решат, решат. Но это страшно, это страшно. Потому что, когда немцы узнали, что творило гитлеровское правительство, для них это было глубочайшим шоком. Они стали изгоями для всего мира на многие годы. Их многие годы после этого проклинали всем миром за то, что они не попытались этому воспрепятствовать, а верили в то, во что им выгодно верить. Так же, как сейчас ведут себя и россияне. Точно-точно так же. Плюс начинают так же временами, как и в свое время Гитлера, боготворить Путина. То, что он не простой чек, какой-то чуть не с небес к нам спустился, чтобы изменить этот мир, восстановить величие России, как и Гитлер в свое время хотел восстановить величие Германии. Зачастую тоже, пусть он провокаций, ведь мало кто знает, но когда он напал на Чехословакию, предлогом было то, что якобы Чехословакия обстреляла немецкие войска первыми. Чехи обстреляли. А на самом деле, сами же немецкие войска стреляли по своим, сделав таким образом провокацию, которая стала предлогом для вторжения в Чехословакию. Ну и когда напали на Советский Союз, гражданам Германии было сказано, что Советский Союз напал первым на наши войска. И мы вынуждены были ответить. То есть все полностью берется и делается по методичкам гитлеровской Германии. И даже вот эта пресловутая буква «З», которую вы сейчас видите на военной российской технике, подобной буквой «З» обозначались некоторые из батальонов СС во времена Второй мировой войны. Всем спасибо за просмотр, друзья. Делитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. Я не буду оставлять попыток открывать людям глаза на все происходящее. Как бы тяжело это ни было, в первую очередь говорю о русских людях, но потому что они сейчас падают в бездну. Они даже не представляют, что их ждет за все те зверства, которые сейчас происходят в Украине, а они это поддерживают руками и ногами. Подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддерживайте лайками, пишите комментарии. Берегите себя и до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!